Скромные обычно корейцы из Хёнде в прошлом году выкатили совершенно революционное семейство коммерческих моделей, куда вошли фургон и микроавтобус. Первое время, увидев модель старее, люди точно будут оборачиваться. И российский офис марки приложил максимум усилий, чтобы россияне захотели купить этот автомобиль. Цены оказались достаточно привлекательными. Во всяком случае, на фоне немецких и французских соперников — точно. Что касается грузового фургона, то нам предложат трёхместную версию с распашными створками, а не подъёмной дверью сзади. Задняя подвеска — рессорная. Притом за 200 тысяч доплаты можно заказать её усиленный вариант, чтобы повысить грузоподъёмность на 650 килограммов. Начальная цена грузовой старии — чуть больше 2 миллионов рублей. И это серьёзная заявка на успех. Ведь схожие по формату и возможностям сверхпопулярные французы — Peugeot Expert и Citroёn Jumpy — стоят плюс-минус столько же. Правда, базовая комплектация корейца довольно скромная. Четыре подушки безопасности, система стабилизации, датчик света, круиз-контроль, простая аудиосистема, подогрев передних сидений да электрические стеклоподъёмники. Кондиционера нет. Зато турбодизель, с которым могут быть состыкованы механическая или автоматическая коробки, действительно мощный. 177 сил для трёхтонной машины — это, по меркам класса, много. Но привод — передний. Хотя Peugeot и Citroёn располагают версиями 4х4. Для пассажирского минивэна механику решили не предлагать. А с автоматом восьмиместная машина стоит ровно 3 миллиона. Очередной привет маркетологам французских марок. И упакована такая старея неплохо. В начальной версии есть климат-контроль, пара сдвижных дверей, продвинутая медиасистема, бесключевой доступ плюс подогревы передних сидений, руля и лобового стекла. Приятные бонусы — задний парктроник, камера заднего вида и датчик света. Для автобуса, кстати, полный привод доступен. За систему, построенную вокруг многодисковой муфты, попросят доплатить 120 тысяч рублей. Правда, с бензиновым мотором V6 предлагается только моноприводная трансмиссия. Кстати, у минивэна вдобавок будет роскошная версия, которую корейцы нескромно называют бизнес-джетом. Вот только отдать за семиместный аппарат придется 4 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит обивку кожей на АПА, усиленную шумоизоляцию и другое оформление передка. Из-за значения имеются панорамная крыша, вентиляция сидений второго ряда, аудиосистема Bose и контурная подсветка салона.